Время проведенная комплексная профилактика о сердечно-сосудистых заболеваниях позволяет сохранить здоровье на долгие годы. Здравствуйте! Вы смотрите программу «В курсе» и я, Ольга Десятого. В нашей передаче мы обсуждаем вопросы, которые так или иначе затрагивают интересы всех сочинцев. Сейчас мы находимся возле здания 4-й горбольницы. Она является региональным сосудистым центром. И сегодня в нашей программе речь пойдет о профилактике заболеваний биологического мотора нашего организма – сердца. И сегодня о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний мы говорим с главным кардиологом города Сочи Михаилом Зыковым. Здравствуйте, Михаил Валерьевич! Здравствуйте! Ну, с какими заболеваниями вы чаще всего сталкиваетесь в своей медицинской практике? Наиболее частые заболевания, которые, в принципе, это не только мое мнение, но и это тенденция всего мира, наиболее частые заболевания – это артериальная гипертензия. По данным российской статистики исследования СССР было показано, что 40% населения Российской Федерации старше 25 лет имеют диагноз артериальная гипертензия. И, к сожалению, далеко не все правильно контролируют артериальное давление, в связи с чего и в дальнейшем прогрессирует сердечно-сосудистый континуум с исходом сердечно-сосудистой катастрофы. Контроль артериального давления – это крайне важное мероприятие. Это мероприятие, которое должно происходить регулярно. Пациенты должны самостоятельно контролировать давление, а врач должен научить пациента, как правильно контролировать давление, почему необходимо соблюдать здоровый образ жизни, и какие лекарственные препараты, зачастую комбинированные лекарственные препараты, принимать. Второе заболевание, которое наиболее часто встречается у врача-кардиолога на приеме в поликлинике или для врача, который работает в стонаре, – это, конечно, заболевание, которое связано с болью в сердце. Это стенокардия, это инфаркт миокарда. Все это объединяет ишемическое болезнь сердца и обусловлено атеросклерозом. Атеросклероз – это, по сути дела, системное заболевание. С атеросклерозом встречаются неврологи, когда видят пациента с нарушением мозгового кровообращения с инсультом или транзиторной ишемической атаки. С атеросклерозом встречаются кардиологи и сосудистые хирурги, когда он прогрессирует не только в сердечных сосудах, но и в периферических артериях, нижней конечности, сонных артериях и так далее. То есть, по сути дела, атеросклероз – это заболевание, которое на втором месте после гипертонии по распространенности и по вкладу в преждевременную смертность. А к какой возрастной группе в основном относятся сегодня ваши пациенты и молодеют ли заболевания сердца и сосудов? Безусловно. Тенденция во всем мире, не только в России. Сердечно-сосудистые заболевания молодеют. Связано это, конечно, с социальной средой, с повышением уровня стрессов в нашем мире, с ухудшением экологии, с нарушением питания. Естественно, все это приводит к тому, что, в частности, атеросклероз, начинает манифестировать в раннем возрасте. Даже моложе 40 лет очень много у нас пациентов, которые поступают в больницу с инфарктом миокарда. И, по сути дела, далеко не у всех этот инфаркт в таком раннем возрасте был обусловлен исключительно только генетическими факторами. Очень большую роль играют именно внешние факторы. Они и обуславливают помолодение заболеваний сердечно-сосудистой системы. А расскажите, какие сегодня существуют факторы, главные факторы риска заболеваний сердечно-сосудистой системы? По сути дела, этих факторов риска семь, которые оказывают наибольший вклад в преждевременную смерть наших будущих пациентов, в первую очередь. Это гипертония. Я уже об этом сказал немного. Гипертония приводит к развитию сердечной недостаточности из-за постоянной перегрузки на сердце. Гипертония способствует прогрессированию атеросклероза, то есть замкнутый круг, он называется сердечно-сосудистый континиум, когда один фактор диска воздействует на другой, катализирует его, то есть ускоряет его развитие. Второе место – это, конечно, атеросклероз, когда излишний холестерин, а это еще происходит в раннем возрасте, откладывается в сосудистой стенке и прогрессирует нарушение питания, так называемая ишемия органов. Я могу даже показать наглядно, что такое атеросклероз. Это отложение холестериновых депозитов в сосудистой стенке. Все это приводит к развитию бляшек. Бляшка может быть в начале, когда мы еще молоды, не осознаем всей важности проблемы, по сути дела, потому что атеросклероз до конца своего континиума может притекать бессимптомно, когда эта самая бляшка стенозирует, перекрывает просвет артерии незначительно. Но рано или поздно даже поверхностная небольшая бляшка может порваться на фоне высокого давления, опять же таки, на фоне стрессов, на фоне курения, на фоне банальной простуды. По сути дела, любой фактор, который приводит к нестабильности нашего организма, может повредить эту бляшку. Она рвется, и на поверхности бляшки формируется тромб. Вот он обозначен здесь красным цветом. К чему это приводит? К полной закупорке просвета артерий. И если это происходит в сосудах сердца, соответственно, таким образом развивается инфаркт миокарда. Омертвление части сердца, это приводит к нарушению сократимости сердца, это приводит к фатальным нарушениям ритма сердца, и, соответственно, либо скорой, либо чуть отсроченной, но тем не менее гибели пациента. Если это происходит в сосудах головного мозга, патогенетический механизм единый, возникает таким образом инсульт. Больше 50%, 51, грубо говоря, процент инсультов обусловлено именно неконтролируемой артериальной гипертензией. А другая половина инсультов – это атеросклероз, по сути дела. И все это можно предотвратить, если заниматься профилактическими мероприятиями в раннем возрасте, ну, хотя бы после 40 лет. Уже думать о своем здоровье, ежегодно проверять состояние, уровень своего холестерина, работу почек по уровню кретинина, вовремя выявить сахарный диабет. Если повышен уровень холестерина, начать профилактические мероприятия по его снижению уровня холестерина – все это можно предотвратить. Мы его не чувствуем. Мы не чувствуем высокий холестерин, но сдав анализ на холестерин, мы можем понять, избыточен или нет. Причем норма холестерина, она индивидуальна, зависит от пола, от возраста, она зависит от уровня сердечно-сосудистого риска, по сути дела. Если пациент перенес уже инфаркт, для него уровень холестерина даже 4 уже много, по сути дела, даже 4 уже много. Нужно более интенсивно снижать уровень холестерина для того, чтобы замедлить прогрессирование атеросклероза. Уровень холестерина проверяется на диспансеризации, которая с этого года будет уже проводиться ежегодно для всех категорий граждан старше 40 лет. Ежегодно. Это очень важно. Именно оценить уровень холестерина для того, чтобы своевременно выявить возможность для его коррекции. Именно благодаря своевременной коррекции гиперхолестеринами, это повышенный уровень холестерина, и мы можем предотвратить, отсрочить, или же вообще сделать так, чтобы никогда в жизни не наступил инфаркт, инсульт, то, что в первую очередь и уносит жизни наших граждан. И уровень холестерина зачастую пациентами неправильно интерпретируется, когда они видят, грубо говоря, цифру, допустим, холестерина 5 или 6, они пытаются его снизить диету. Но если у них сердечно-сосудистый риск высокий, диета здесь зачастую малоэффективна, и нужно своевременно обратиться к врачу, чтобы начать прием лекарственных препаратов, и снизить холестерин до той нормы, которая бы соответствовала его сердечно-сосудистому риску. Это крайне важно, и особенно в России. Статистика в России показывает, что только 3% наших граждан адекватно могут снизить уровень холестерина. Всего лишь 3%. Понимаете, остальные 97%, зная даже свой высокий уровень холестерина, не снижают по разным причинам. На третьем месте это, как я уже сказал, курение. На четвертом месте прием алкоголя. На пятом месте, ну, здесь практически места, они уравнены, по сути дела, это все условно. По значимости зачастую даже диета больше вкладывает, чем факт курения, допустим. Но это все индивидуально, на самом деле, у каждого пациента питание. Если пациенты мало употребляют фруктов и овощей в своем рационе, злоупотребляют красным мясом, злоупотребляют солью, это неминуемо приводит к прогрессированию сердечно-сосудистых заболеваний, как гипертонии, так и атеросклероза. Красное мясо, по сути дела, это не только катализатор атеросклероза, но он почетное место занимает этот фактор в риске онкологических заболеваний. Четвертое место. Еще один фактор, уже седьмой получается, это избыточный вес. Каждый лишний килограмм веса обеспечивает нам сокращение жизни, ухудшение работы внутренних органов, перегрузку работы внутренних органов. Это же лишний килограмм. Он приводит не только к повышению нагрузки на сердечно-сосудистые системы, на наши суставы. Лишний килограмм веса способствует ухудшению работы, то есть к перегрузке работы сердца. Лишний килограмм веса – это избыточная продукция гормонов, которые способствуют прогрессированию гипертонии и так далее. И весь этот лишний вес зачастую концентрируется в животе. Вот именно абдоминальный жир, он бурого цвета, это самый опасный жир, от которого надо избавляться. Избыточный вес приводит не только к прогрессированию сердечно-сосудистых заболеваний, но это фактор риска, который может способствовать развитию повторного инфаркта, повторного инсульта, то есть повторных сердечно-сосудистых катастроф. Практически нет в нашем мире долгожителей с избыточным весом. И это понятно, потому что избыточный вес не способствует уж точно продлению жизни. Это фактор, который сокращает нашу продолжительность жизни. С этим надо бороться. В первую очередь диетой, конечно. Но если диета не помогает, бывают такие ситуации. Существуют лекарственные препараты, и для этого нужно обратиться уже не к кардиологу, конечно, а к эндокринологу. Попросить помочь снизить вес. Потому что у эндокринолога есть еще узкая отдельная подспециальность – это диетология. Диетология – это очень важная специальность. Она способствует снижению риска, в первую очередь, и сердечно-сосудистых, и онкологических заболеваний, и в том числе риск сахарного диабета. Пациент с избыточным весом – это пациент, у которого повышен риск развития сахарного диабета. Но сам сахарный диабет, можно сказать, не так смертельно опасен, как его осложнение. И в первую очередь сахарный диабет катализирует, ускоряет прогрессирование сердечно-сосудистых заболеваний. Почти все пациенты с сахарным диабетом как раз-таки умирают от прогрессирования сердечно-сосудистых заболеваний. 80% инфарктов, инсультов предотвратимы как раз-таки из-за того, что своевременно коррекция давления, холестерина и образа жизни могла бы предотвратить развитие этих инфарктов. Это данные не мною придуманы, 80%. Это данные Всемирной организации здравоохранения, которые можно посмотреть хоть сейчас на сайте ВОЗ. Четко написано, это я проверил буквально вчера, 80% инфарктов, инсультов предотвратимы своевременной коррекцией факторов риска, о которых мы сейчас с вами говорим. По всему миру ежегодно регистрируется 17,5 миллионов сердечно-сосудистых заболеваний. Это катастрофически очень много, и, соответственно, с этим надо бороться. Врач-кардиолог, к сожалению, не может провести тотальную диспансеризацию, тотальную коррекцию всех факторов риска у всех пациентов. Это задача, в первую очередь, терапевтов, потому что таких пациентов много. Как я уже говорил, 40% населения нашей Российской Федерации старше 25 лет имеют гипертонию. Всех лечить от повышенного давления врачу-кардиологу не в силу. Этим должен заниматься врач-терапевт. Для этого врач-терапевт должен иметь знания на самом деле, а пациент должен своевременно обратиться к врачу, в первую очередь, к терапевту. А если уже терапевт не справляется с ситуацией, не получается стабилизировать артериальное давление, сделает его меньше, чем 140 на 90, меньше. 140 на 90 – это уже много. Вот чуть ниже 140 на 90 хотя бы было давление. А если это пациент молодой, малой уже 65 лет, то для него вообще норма меньше, чем 130 на 80 должна быть. Соответственно, только тогда уже можно направить к кардиологу, когда мероприятия со стороны терапевта уже неэффективны. А вы расскажите, что это вот за пирамида питания? Это пирамида питания, которая, во-первых, научно обоснована, и она позволяет понизить сосудистый возраст, увеличить продолжительность жизни, сохранить наше здоровье и обеспечить снижение сердечно-сосудистого риска. Обратите внимание, что внизу пирамиды находятся исключительно полезные продукты, и они должны обеспечивать наибольшую часть нашего рациона питания – это фрукты, овощи, это цельнозерновые злаки. На более высокой позиции это рыба и морепродукты, чуть выше яйца хлебобулочные изделия, мясо птицы, йогурты, сыры. Эти продукты в ограниченном количестве, но также полезны для питания. А вот на вершине пирамиды – это продукты, которые вредны зачастую, снижают продолжительность жизни и уж точно не способствуют долголетию. Это красное мясо, это сладости, это легко усвоенные углеводы. Здесь написано, что эти продукты нужно есть не более четырех раз в месяц. Да, не более четырех раз в месяц, да, все написано. Пройдите внимание, что объем воды должен быть ежедневно, в достаточном количестве, это полтора-два литра в сутки чистой воды. Помимо того, что мы воду еще получим с хлоптами, с овощами, в виде компотов и так далее, еще обязательно чистую воду употреблять 2 литра в сутки. Это очень важно для работы и сердечно-сосудистой системы, для работы иммунной системы, для обеспечения, в принципе, гомеостаза всего нашего организма, то есть баланса. Помимо диеты, необходимо, конечно, еще вести активный образ жизни. Это очень важный фактор, который увеличивает продолжительность жизни, уменьшает сосудистый возраст, способствует снижению уровня холестерина, физическая активность способствует снижению уровня холестерина, способствует снижению веса, то есть через все эти механизмы и снижается сердечно-сосудистый риск. И рекомендации таковы, как минимум 30 минут в день необходима активная двигательная нагрузка на воздухе, на свежем воздухе, не в помещении, конечно, минимум 30 минут в день. По другим данным, даже час. Если пациенту не сложно, то лучше час в день активно двигаться на свежем воздухе. Именно это способствует здоровому образу жизни. Но физическая перегрузка, бег, когда это делается уже через силу, или же избыточная ходьба, когда пациент начинает уже уставать, или даже не пациент, а еще будущий пациент, наш граждан, когда, наоборот, пациент не догуливает, а лишний раз сидит на диване, равноценно в плане сердечно-сосудистых заболеваний. Физическая перегрузка, она также провоцирует сердечно-сосудистые катастрофы, в частности, нарушение ритма сердца. А гиподинамия, прогрессирование атеросклероза и гипертонии. Поэтому все должно быть в меру. Очень важно правильно соблюдать диету. В первую очередь, уменьшить потребление красного мяса, отдавать предпочтение белому мясу, курице, индейке, хотя бы один-два раза в неделю употреблять жирную рыбу. Пусть это будет треска, пусть это будет терпух, не обязательно лосось, но жирная рыба. Обязательно горсть орехов. Обязательно оливковое масло. Хотя бы 2-3 столовые ложки использовать. Надо в готовке, конечно, не в жарке, а в чистом виде употреблять в салатах и так далее. Обязательно необходимо ограничить употребление соли. Считается, 5 грамм соли – это верхняя граница нормы. То есть это недосаливание пищи. Это очень важно. Пить не менее 2 литров воды в день. Если нет явных признаков сердечной недостаточности, то это не менее 2 литров воды в день. Обязательно. Вот это и есть залог долголетия, по сути дела, здоровое питание. Все, что я сейчас сказал, это не то чтобы мои какие-то рассуждения. Это все доказано многочисленными испытаниями. Даже горсть орехов, даже оливковое масло имеют свои отдельные доказательства в продлении жизни, снижению сосудистого возраста, снижению даже онкологических заболеваний, повышению продолжительности жизни, снижению не только сосудистой, но и общей смертности. То есть каждый из этих пунктов сам по себе уже очень важен. А если пациент в совокупности соблюдает все эти моменты, ему суждено долго прожить, по сути дела. Но если, конечно, все это делается ежедневно, а не так, сегодня он хороший, завтра плохой, сегодня он съел индейку, а завтра шашлык. Нет, конечно, все должно быть однотипно, изо дня в день, конечно, регулярно. И принципы здорового питания должны сопровождать пациента всю жизнь, а не эпизодически. Это очень важно. По поводу очень важного употребления алкоголя, надо сказать. В настоящее время не рекомендуется полный отказ от алкоголя, потому что тогда может повыситься другой фактор, это стрессовый фактор. Поэтому алкоголь допускается к приему, но в ограниченных количествах. А вот еще очень интересный вопрос. Как на работу нашего сердца и сосудов влияют всеми нами любимые кофе, чай или энергетики, содержащие кофеин? Лично я в течение дня выпиваю 3-4 чашки кофе в день. И считаю, что это полезно. Не только я, а на самом деле и большинство врачей, большинство исследователей, потому что кофе как напиток активно исследуется. Последние несколько лет очень много исследований было посвящено именно кофейным напиткам. И все эти исследования говорят однозначно – кофе полезно. Кофе полезно во многих аспектах, из позиции кардиолога, естественно, полезно кофе. Там содержится не только кофеин, он повышает тонус сосудов, умеренно повышает, физиологически повышает тонус сосудов, он повышает работоспособность физиологично. И самое главное, что в кофе содержится очень много антиоксидантов, гормонов счастья, которые улучшают качество нашей жизни и способствуют долголетию кофе, способствуют снижению слабоумия, профилактика болезни Альцгеймера, в том числе кофе и так далее. И, по сути дела, для кофе есть только одно противопоказание – если пациенту оно не нравится, человеку. Если он не любит кофе, ну тогда пусть не пьет. Но если кофе нравится, надо его пить, безусловно. То же касается и чая. Но все должно быть в меру, безусловно. Если после очередной чашки кофе вы ощущаете сердцебиение, тахикардию, то тогда, конечно, эта чашка кофе для вас уже избыточна. Потому что тахикардия – частый ритм перебоя в работе сердца. Это признак неблагополучия со стороны сердца. Это фактор, который неминуемо должен способствовать обратиться к врачу для того, чтобы его устранить. Но с остальных позиций кофе, безусловно, полезно. А энергетики? Энергетики, опять же таки, если это взрослый человек, если прием энергетиков носит эпизодический характер, то ничего в этом вредного нет. Абсолютно. Но это должно быть все в меру. Это не должно быть большое количество. Это ежедневный прием, безусловно. Атеросклероз в сердечных артериях. Они здесь указаны красным цветом. Они, по сути, так и есть. Артериальная кровь, она светлая. И наличие разорванной атеросклеротической бляшки в любом из сердечных сосудов, а здесь их много, есть основные магистрали, есть веточки, и приводит к развитию инфаркта, омертвлению части сердца. Сердце начинает сокращаться все хуже и хуже, развивается сердечная недостаточность. Если пациент переживает, конечно, инфаркт миокарда, что зачастую происходит не так, возникает фатальное нарушение ритма. Статистика показывает, что два инфаркта из трех погибают еще до госпитальной. Поэтому и нужно предотвратить смерти, потому что только один из трех инфарктов доезжает до больницы. Здесь мы спасаем, и то не всех можем спасти, по сути дела, еще и госпитальная смертность составляет 10%. То есть один из десяти инфарктов успевает еще и в больнице умереть. Это очень печальная статистика. Соответственно, нужно сделать так, чтобы все-таки не допустить развития инфаркта. Это самая главная задача, она самая гуманная. Для этого нужно кардинально модернизировать систему здравоохранения, первичную, именно звено здравоохранения. И по этому поводу чуть ли не каждую неделю проходят совещания, выступления, это все по телевидению активно обсуждается. И собираются губернаторы, и собирает президент министров для того, чтобы активно модернизировать первичное звено здравоохранения. Без этого мы не сможем вот эти 80% инфарктов инфарктов предотвратить без массовых мероприятий. Как часто нужно мерить давление? Давление необходимо измерять так часто, как появляются симптомы, допустим, головной боли или какой-то нематерированной слабости, усталости. Конечно, в это время необходимо померить давление. Не исключено, что это следствие повышенного артериального давления. Если пациент страдает гипертонией, то, конечно, контроль за давлением необходимо вести ежедневно. Желательно в ранние утренние часы, а может быть и продублировать контроль еще в вечерние часы. У вас давление абсолютно нормальное, 115 на 79. И ритм нормальный, 80 ударов в минуту. Будете жить долго. Так вот это что за прибор? Это пульсоксиметр. Он позволяет оценить частоту ритма, регулярность ритма сердца. Позволяет оценить уровень насыщаемости крови кислорода. Норма считается выше 95%. Да, вы сейчас измерили и уровень насыщения крови кислородом, и мое артериальное давление. Что можно сказать? Да, пульс. Что можно сказать вот по этому первому осмотру? Этот первичный осмотр, контроль ритма, контроль артериального давления может зафиксировать, на самом деле выявить самые важные факторы риска. Это артериальная гипертензия, тахикардия, мерцательная аритмия. Да, могут быть зафиксированы уже при таком первичном осмотре, который может занимать первую минуту работы с пациентом. Но имеет катастрофически важные последствия для оценки продолжительности жизни, для воздействия на всю судьбу человека. Необходимо ежегодно обращаться в поликлинику, проходить диспансеризацию, для того, чтобы своевременно как раз-таки выявить факторы риска. Как я уже сказал, высокий уровень холестерина мы не чувствуем. Но он уже может быть существенным фактором риска, который может в ближайшем будущем привести к сердечно-сосудистой катастрофе. Необходимо регулярно контролировать свое артериальное давление. При появлении каких-то симптомов, головная боль, опять же-таки, нарастающей слабости, при понижении трудоспособности, необходимо провести контроль давления. Возможно, это признаки манифестации гипертонической болезни. Либо сразу обратиться к врачу, потому что зачастую даже такой симптом, как слабость, немотивированная слабость, повышенная утомляемость, это один из первых симптомов очень многих болезней. На самом деле, не только сердечно-сосудистых, но и эндокринных болезней. Обязательно необходимо раз в год контролировать уровень сахара натощак, для того, чтобы своевременно выявить наличие сахарного диабета. Диспансеризация – это очень важное мероприятие, которое должны наши граждане старше 40 лет проходить ежегодно, для того, чтобы как раз-таки своевременно выявить сердечно-сосудистый риск, повлиять на продолжительность жизни, своевременно контроль давления, и позволит как раз обеспечить такую большую продолжительность жизни и снизить на 25% смертность за ближайшие 5 лет. Только таким образом, благодаря профилактике. Лечить инфаркт, когда он уже случился, это, во-первых, дорого, и, во-вторых, не приведет к такой ситуации. Но мы это делаем, безусловно. Мы боремся за жизнь каждого пациента. Но необходимо бороться за жизнь всех. На этом плакате мы видим, что обязательно нужно посещать сердечно-сосудистую школу. Вы ее придумали, вы ее основали, вы ее проводите. Расскажите, пожалуйста, о ней. Задача нашей школы – обеспечить снижение сердечно-сосудистого риска, пациенту рассказать об этом сердечно-сосудистом риске, своевременно попросить пациента снизить этот сердечно-сосудистый риск, проконтролировать за приверженностью к терапии, если этот пациент уже пришел в рамках вторичной профилактики на эту сердечно-сосудистую школу. И проходит она ежемесячно, в последнюю пятницу месяца, в 3 часа дня, в 4-й городской больнице, в зале аноскопического отделения. В принципе, в этом зале мы сейчас и находимся. Конечно, каждому, кто попадет в стены 4-й горбольницы, будет оказана качественная, квалифицированная медицинская помощь. Но все же, чтобы не стать пациентом клиники, крайне важна профилактика. И в этом мы еще раз с вами убедились сегодня. Регулярно посещайте кардиолога, следуйте всем советам специалистов и обязательно прислушивайтесь к своему сердцу и будьте здоровы. Вы смотрели программу «В курсе», будьте в курсе всех событий, которыми сегодня живет город Сочи. С вами была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!